Но я не просто блогер, понимаете, у вас, я же еще инфлюенсер, я же инфлюенсер. Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягода малинка. Словно деньги спонсоров канала. Я бизнес хотел построить. Не знаю, но пока что вы со мной поубирайтесь немножко, я даже кофе еще не пил, сейчас надо сделать кофе. Просто одного таланта недостаточно, недостаточно одного таланта. Ну что, друзья, распаковочки, посылочки. Это так, что вы знаете, спешишь, спешил для спонсоров канала. Для тех, кто поддерживает канал не только лайком и комментарием, но и рублем, а вернее центром. Хотя нет, рублем тоже можно же. Можно же без России. И откуда угодно можно. Так. Смотрите, что я сейчас вам покажу. Что-то в блогеришечка-то прикупил. Так. А что выключилось? А что выключилось? Все? А не кто включил, представляете, поставил супчик подогреть. И включил не кто. Ну так вот. Сейчас вам покажу, что блогеришечка прикупил. Так, давай. Ой, 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 ой. Сюда только много всего этого. Так. Это камерный свет, да? Чтобы делать видео яркими, да? Сколько тут всего. Боже мой. Пока распакуешь это все. Какой-то кошмар просто. Вот такая лампа. Да. Ну, потом уже достану. Не буду, короче, сейчас. Ну, это йоговский, йоговский этот. Вы поняли. И потому что надо. Занимаюсь, занимаюсь. И вот это вот тоже на деньги спонсоров. Все на деньги спонсоров канала. Вам большой отдельный привет и спасибо. Теперь у меня будет такая вот палка. Я на нее буду ставить телефон. А то знаете, на чем у меня сейчас телефон стоит? На этом, на кофе-фильтре, что я купил. Представляете? Ну, вообще ж позор. Благеришка. Во! Посмотрите, как сейчас буду снимать. Давайте сейчас прямо и поставлю. Так, ну что? Вроде как поставил. Что-то как-то с первого раза даже непонятно, что тут как крутить-то сначала. Как тебе? Вот так, что ли? Ой, видите, наверное, так. Ну, вот так вот. Ну, вот я, вот я весь перед вами. А вот лампа. Ну, ее надо зарядить сначала. Так, не подогревается. Так. Не буду долго кипятить. Так, а это лампа. Ну, ее надо зарядить. Она еще сейчас не включилась. Надо зарядить. Ну, так вот. Так что, благеришечка теперь вот такой вот у вас. Ну, благеришка идет. Смотрите. Ну, ну, ну. О, как я могу теперь себя снимать-то? Так, это вот задонаты. Так, чтобы все знали, куда они задонатили. Так, ну, 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 ну всем привет всем здравствуйте добро пожаловать в блоге решечки вашему любимому не забывайте подписываться кому интересно смотреть за жизнью на что посмотрите это вот такая вот камера я купил себе за донаты за донатик не могу понять куда ее настроить как вот свет как влияет на эти на все наши морщины на все наши вот на лице что рассчитывать нужно светом прямо себя как-то но лучше только лак на лучше дневного света нет ничего вот эти вот штуки все ничего не заменить не заменят вот я уже держу свой телефон не в руке на штативчике чисто покажу тоже там всем так очень классненько очень классненько так я сегодня если честно что-то как-то проспал непонятно как проснулся в полдесятого сегодня у меня по плану у нас по плану сегодня уборка что-то как-то в квартире стало очень грязно вот и и может быть что-нибудь еще не знаю но кажется вы со мной по убирать немножко даже кофе еще не пил сейчас надо сделать кофе попить я вот и сделаю кофе буду пить кофе и буду упираться у меня главный помощник смотрите какая штука и там феликса показывает и здесь феликса показывает смотрите какое хорошее применение для камеры я нашел можно посвятить эту и сразу видно где чем грязно там где помыть что сейчас начнем о ползаю на коленях конечно от хенрика наверно осталось эту плиту не отмыть ничем никогда уже она уже свою как говорится отжила и 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 что друзья посмотрите какая чистота 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 прямо дышится легко поставил протер цветочки даже знаете что цветочки протирать до от пыли чтобы пыль они такие были сборники самый потому что лишь через себя пропускают на вот надо их обязательно протирать протирать ты все хочешь цветочки ты все тебе надо все тебе надо я убегу тебя быстренько так авокадики про кашу не проросли кто спрашивает так тут не с бумагами надо разбираться короче так тут смотрите как все чистенько как хорошо я знаю знаю вы меня очень ругается в комментариях надо какую-то вот такую скрип скрепку купить дает какая-то специальная такая скрепка есть я знаю я может быть когда-нибудь обещаю покажу вам тоже еще но я сейчас ее помыли так мурлычество все почищено вот хорошо так вот это вот помните пятно такое было ржавое вы мне посоветовали лимонным соком тер лимонным уксусом но не очень сильно помогло не очень сильно ну ничего ничего да все туалет помыл эту раковину помыл себя еще пока что днем и уксать какой красавчик у вас все хорошо в моей жизни да надеюсь вас тоже все хорошо и всем вам желаю всего хорошего только всем хорошего но за исключением некоторых некоторые смотрите так сортирую мусор смотрите как я сортирую мусор швеции значит здесь у нас бумага рак картон всякие упаковки именно из бумаги и дальше тут у меня бутылочки за каждую бутылочку дают по-моему 2 кроны или одну не помню уже это обыкновенный мусор там всякие там без на там всякие такая херня короче вот здесь у меня упаковки пластмассовые но все поставить видеть еще не полный ой тут конечно в швеции сортировать мусор это просто кошмар это надо иметь я не знаю что просто как-то родиться с этим надо потому что здесь например у меня металлическая все там чуть дальше стоит и пакетик специальность для баночек всяких потому что ну как бы я не очень часто использую там что то из со стеклом до винишко например там это у меня для простого мусора а здесь у меня смотрите смотрите значит сюда пищевые отходы а сюда ну тоже как бы такое обыкновенный мусор это то знаете сюда кидаю то что точно надо выбросить как бы там с периодичностью какой а сюда то что может там полежать например да чтобы так вот чтобы часто не выносить ну вот так вот можно чувства ну что ты могли чувства тапочки тапочки мои насчет тапочек отхватил я конечно в комментариях вообще просто что я елену изготовителя тапочек моих растоптал унизил вообще ну бессовестный ягод как всегда да вот такой вот у тебя папа иди к папочке своем как ты вот родился такой папочки такого скажи вот как тебе живется с отцом таким бессовестным наглым вообще во первых это не елена мне дарила эти тапочки то мои друзья мне подарили на день рождения эти тапочки многим конечно кто смотрит особенно хейтерским комментатором им очень тяжело как они настолько зациклены зациклен это хейтером хейтером показывает он зациклен на том чтобы уловить вот хейт да что они даже мне кажется уже не слушают ничего вот она елена это производитель то есть они купили у елены и мне сюда переслали а елена как в каждый свой товар вкладывает телефонный номерочек телефонный номерочек свой вкладывать найти присядем папа тоже устал очень сильно убираться вот и почему я я еленен труд ценю и уважаю конечно тапочки такие классные и вообще и тепленькие все мне очень нравится но я не просто блогер понимаете у вас я же еще инфлюенсер я же инфлюенсер и я высказываю как бы вот я говорю и люди за мной следует что-то повторяют что-то делают да и у них жизнь начинается лучше поэтому это такая ну это не оскорбление елены было это как совет но критический совет да потому что юлия елена хорошие руки мастеритая понимаете мастерита но чтобы свой талант продавать этого недостаточно сколько вы знаете талантливых хороших людей может быть там кого-то знать какая-то швея своя есть там я не знаю что там но еще таки ну что вот люди делают руками сейчас вам историю расскажу как я бизнес хотел построить баранович их еще но быть хорошим человеком с руками этого недостаточно в нашем мире нравится вам нет это чистая правда надо оба себя продавать надо уметь себя продавать надо уметь продавать свои услуги надо уметь продавать свои знания все что угодно надо быть сейчас предпринимателям понимаете во всем во всем поэтому это был бы такой совет для и лет было на конечно может быть меня смертные не смотрит и не знаю я ее не знаю лично да но скомканный телефончик вкладывать как в свой товар да ну нет нет надо клиентам сейчас относиться по-другому это мы сейчас не это не 60-е там годы знаете ли не 60 надо визитную карточку с инстраграмом с тик током с ютюбом с чем угодно надо себя продавать надо продавать чтобы чтобы товар шел так скажем товар шоу поэтому вот так вот я это еще раз объясняю хотя не должен это объяснять так вот про талантливых и мастеритых людей еще я был в барановичах и у меня был первый по моему какой-то капитал у меня был первый такой и я все думаю как вот мне бизнес какой-то замутить знаете замутить мне какой-нибудь бизнесе что вы думаете у меня была такая знакомая баранчик я уже не помню как но она мне как-то рассказала про своего знакомого а он такой выпивоха выпивоха знаете человек необычного таланта и такой вот ну мастер мастер своего дела он вообще это как это правильно говорит столяр столяр кто-то поговорить или пишите мне в комментариях как как называется мастер по дереву который делает мебель на помню это называется столяр по-моему так вот и он делал не просто мебель вот не просто мебель он делал да а он делал очень специфическую мебель в стиле гауди вот представьте вот вы гауди знаете стиль вот такой вот как в барселоне такой вот который он такие вычурные линии такие вот собор вот саграда да фамилия да то есть смотрите там в принципе ну что-то ну да ну красиво это гауди необычно такое а на этом сделали маркетинг просто да если бы не звучало бы это имя если бы вот это вот как-то этим не восхищались если бы барселона не продавала вот это вот все никто бы не обращал бы даже внимание на эти дома которые гауди ну гауди и гауди понимаете точно также любой любые другие а это маркетинг так работает понимаете это маркетинг работа вот так что а он делал такие вот прямо из цельного порол там из цельного дерева как-то он там жил к мишку в какой-то деревне и вот вытачивал и продавал свои вот эти вот все там знаете но она мне показывал фотографии конечно я такого нигде не видел там мир там стол там какой-нибудь в стиле гауди там составлять с такими завитом щеками там за за вообще ну очень необычно такая вот у него такая знаете как из какой-то сказки прямо вот и я тогда уже за границы это был связаны я думаю вот надо сделать как-то бизнес него покупать потому что он продавал это ну за копейки можно сказать ну вот за бутылку понимаете за бутылку просто продавал жалко аж прямо было вот и продавать думал куда-нибудь вот в европу но не сложилось как-то не сложилось не знаю как то вот он там спился он или что с ним ну такой талантливый был мастер талант видите просто одного таланта недостаточно недостаточно одного таланта сейчас этого недостаточно либо на тебе будут зарабатывать тогда либо либо ничего вот талант должен быть подкреплен рублем так скажем рублем